На первый взгляд, этот котик ничем не отличается от пушистого и безобидного домашнего питомца. Но вам вряд ли удастся потискать его или поселить в обычной квартире. Миловидная внешность и небольшие размеры кошки производят обманчивое впечатление. На самом деле, это не милый домашний котик, а дикое животное, родственник соплезубых тигров. Даже в зоопарках мира их количество не превышает 100 особей и приручить их практически невозможно. Вы на канале Дикий мир и сегодня мы расскажем о самом пушистом и самом диком коте в мире. Не забывайте оценить это видео и подписаться на канал, а мы уже начинаем. Несмотря на то, что манулы существуют на протяжении миллионов лет, в процессе эволюции их внешний вид не изменился. Размеры животного такие же, как и домашние кошки, длина тела 40-60 сантиметров, длина хвоста 20-30 сантиметров, вес 2-5 килограмм. Манул — это настоящий отшельник, хищник-одиночка, который предпочитает держаться подальше не только от своих врагов, но и от сородичей. Большая часть манулов проживает в Азии, в России они обитают в Забайкальском крае. Чрезвычайная скрытость и осторожность манула были главными причинами того, что об этой дикой кошке долго ничего не было известно. Только в 1776 году немецкий ученый Питер Палас обнаружил на побережье Каспийского моря неизвестное людям животное и описал его повадки. Благодаря вниманию ученого манул получил еще одно название — Паласов кот. Название, которое дал Палас, переводится как «уродливое ухо». Таким образом, ученый нелестно отозвался о длинных бакенбардах зверя, которые почти полностью прячут уши. Впрочем, длинные у манула не только бакенбарды. Это настоящий мировой чемпион по длине и пушистости шерсти. Один квадратный сантиметр тела вмещает в себя 9000 волосков. Еще одна особенность внешности — это призимистое тело на коротких лапах и преимущественно серый окрас. Также кот совершенно не умеет мяукать и мурчать. В отличие от других представителей семейства кошачьих, манул неповоротлив, плохо прыгает, не способен забраться на дерево и не умеет быстро бегать. Даже если он решается на марш-бросок, за добычей или для защиты территории, то очень быстро выдыхается. Это не мешает ему быть отличным охотником. Манул терпелив и предпочитает часами выжидать свою добычу из засады. Кормится дикий кот в основном грызунами, но не откажется полакомиться птицами, сурками, зайцами, а иногда и насекомыми. Его окрас помогает хорошо маскироваться и незамеченным приближаться к жертве, а также резко нападать на нее из засады. Манул ведет ночной образ жизни. Днем предпочитает отдыхать в пещерах, под камнями, в старых норах сурков или лисиц. Отшельнический образ жизни прерывается только на период встречи с противоположным полом. Период ухаживания длится недолго, после чего самцы считают свою миссию полностью выполненной. Несмотря на то, что котята Манула рождаются крошечными и полностью беспомощными, они с самого рождения покрыты густым и пушистым мехом, а к четырем месяцам уже начинают самостоятельно охотиться. Средняя продолжительность жизни Манула в дикой природе примерно 6 лет, в неволе они могут прожить до 10-13 лет. Манул – это активный и безжалостный хищник, но он сам может стать жертвой других животных. Ему постоянно приходится прятаться от волков, лис, снежных леопардов, а также хищных птиц. Сегодня животное занесено в красные книги многих стран, в том числе России, Киргизстана и Китая. Главная опасность вызвана человеческой деятельностью, охотой и превращением степей в пахотные земли. Это лишает Манулов возможности добывать себе пищу. Сокращение численности связано не только с деятельностью человека, но и неблагоприятными условиями проживания. Манулы плохо приспособлены к жизни в снежные зимы, котята становятся жертвами других животных. Сегодня главная задача – это поддерживать популяцию Манула в заповедниках, поскольку в неволе эти животные размножаются плохо. Такой он, этот внешне привлекательный, но в то же время абсолютно независимый и неприручаемый кот. Каким бы ни был соблазн сделать из него домашнего питомца, сделать это не удастся, даже если вы возьмете на воспитание маленького котенка. Человеку остается любоваться его экзотической внешностью на видео или в некоторых зоопарках и создать все условия для того, чтобы сохранить это красивое и необычное животное в его естественной среде обитания. Если вам понравился этот ролик, не поленитесь оценить его, пишите в комментариях, возможно я что-то упустил, подписывайтесь на канал и не забывайте включать оповещения. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok